Панда или бамбуковый медведь отличается уникальным внешним видом и больше схожее с игрушкой, при этом размеры животного такие, что о них не скажешь, что они игрушечные. Трудно найти более интересное существо, которое бы отличалось такой откровенной неуклюжестью и таким откровенным обаянием. На самом деле панда не является таким уже простым животным. Этот мишка скрывался от ученых почти до второй половины позапрошлого века, поэтому они длительное время не могли понять, что это за животное и считали, что это большой енот. В наше время большая панда или бамбуковый медведь считается национальным достоянием Китая, а его логотип украшает всемирный фонд дикой природы. Большая панда представляет вид млекопитающего животного из семейства медвежьих. Впервые этот зверь был описан Арманом Дэвидом только в 1869 году. Что касается Китая, то о существовании этого уникального животного знали местные жители и называли его белый медведь. Китайцы также называли в свое время это млекопитающего медведь кошкой. Несмотря на то, что местные жители считали, что панда – это медведь, ученые долго не могли с этим согласиться. Виной всему оказалось уникальное строение зубной системы и слишком длинноватый, как для медведя – хвост. На протяжении многих лет ученые считали, что это енот, хотя и сравнительно большой. 2008 год стал роковым для панды, поскольку ученые занялись исследованиями генетической информации. В результате проведенных исследований было доказано, что панда – это все же медведь, а ее ближайший родственник – это очковый медведь, родиной которого является Южная Америка. Большая панда характеризуется тем, что имеет привычные, как для медведя размеры, вырастает она почти до вторых метров и может весить около 160 килограммов. Голова у зверя круглая и массивная, а хвост короткий. На этом можно сказать, что типичность панды по отношению к медведям заканчивается и можно начинать перечислять индивидуальности. Большая панда, как для медведя, характеризуется необычным окрасом шерстяного покрова. Рассветка этого животного настолько интересная, что панде лучше принимать участие в карнавальном шествии. На сегодняшний день ученые не могут понять, с чем связан характер окраса тела. По мнению части специалистов, это маскировочная расцветка, поскольку изначально эти животные обитали высоко в горах, где много снега и круглый год. Наличие черно-белых пятен позволяло медведю маскироваться среди снега и скал. Странная форма бакулюма. Бакулюм представляет кость полового члена, которая образовалась из соединительных тканей. Этот элемент имеется не только у панды, но и у других млекопитающих. Странно совсем другое, бакулюм направлен не вперед, а назад, при этом отличается S-образной формой. Отличается иноходью, благодаря массивным плечам и увеличенной областью шеи, а также уменьшенными задними лапами. В связи с этим походка бамбукового медведя связана с неуклюжим своеобразием. Строение челюстей также своеобразное и связано оно с наличием широких коренных зубов, по сравнению с зубами обычных медведей. Челюсти достаточно мощные, чтобы употреблять в пищу весьма жесткие бамбуковые стебли. Необычное строение передних лап, что связано с наличием 6 пальцев. Пять пальцев держатся вместе, а один, шестой, смотрит в сторону и представляет большой палец панды. Шестой палец, это не что иное, как отросток кости, с помощью которого медведь легко справляется с побегами бамбука и употребляет их в пищу. Большая панда, это животное, которое предпочитает вести скрытый образ жизни, поэтому о нем специалистам долго не удавалось ничего конкретного узнать. Настоящие проблемы начались тогда, когда бамбуковый медведь оказался на грани вымирания, как вид. В результате природоохранные органы забили тревогу и на государственном уровне была решена дальнейшая судьба этого животного. Для него начали создавать заповедные зоны, находящиеся под охраной. После этого негативного фактора, панда оказалась у всех на виду и, человеку удалось узнать о ней много интересных фактов. Большая панда отличается весьма спокойным нравом, при этом она представляет огромный комок благородства и важности. Перемещается она неторопливо, как бы хочет показать себя во всей красе, иногда с какой-то надменностью. У этого животного абсолютно меролюбивый нрав, но это совсем не означает, что у животного вообще нет чувства собственного достоинства. Панда всегда может за себя постоять, если ее спровоцировать. Особенно привлекательными и уникальными считаются панды, мамы, у которых можно поучиться нежности и заботливости. Они играют со своим потомством, чтобы получить от этого удовольствие. Очень часто они их будут только для того, чтобы поиграть. Большие панды больше молчаливы и без надобности не издают никаких звуков. Мало кто знает, что это животное способно издавать достаточно громкие звуки, особенно в состоянии перевозбуждения. От голоса этого животного могут дрожать стекла в здании. Панды не проявляют враждебности, в том числе и по отношению к людям. Они быстро привыкают к человеку в молодом возрасте и запоминают свою кличку. В природной среде обитания редкие особи доживают до 20-летия. Находясь в зоопарках, их продолжительность жизни достигает 30 лет, а то и больше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!